Меня зовут Корнец Танислав, я являюсь главным тренером спортивного клуба «Админалин» и также тренером отделения кикбоксинга в школе «Борис Петрович Петров». Недавно с 18 по 21 мая проходил Кубок мира по кикбоксингу в городе Будапешт, Венгрия, который собрал 2348 участников из 38 стран. В составе национальной сборной республики Молдова по кикбоксингу выступило также четверо бельчан, которые относятся к отделению кикбоксинга спортивной школы «Борис Петрович Петрович Петров». Наши результаты очень хорошие, мы заняли первое и второе место. Первое место завевал Патачевский. Меня зовут Патачевский Александр, мне 15 лет. Саша, вы недавно ездили в Венгрию, да, на чемпионат мира по боксу, где ты занял? Первое место. Ожидания? Как твои? Не ожидал? Я ехал с таким настроем, чтобы заработать опыт и даже не мог подумать, что смогу взять первое место. И для меня это было очень классно. У меня всего четыре участника. Это Дамиан Артем, который занял второе место. Меня зовут Дамиан Артем, мне 11 лет. Я занял второе место на Кубке мира. Мне 11 лет. Когда ты выходишь в ринг, да, что тебе тренер говорит? Говорит какие-то напутственные слова? Да. Что он тебе говорит? Я не вспомнился на Мадеан, мы готовы к тебе. У тебя есть вообще мечта? Да, я в ряду с удивленной костяло. Зайченко Максим. Меня зовут Зайченко Максим, мне 10 лет. Мы были на чемпионате мира в Венгрии, в Будапештах. И, к сожалению, я проиграл в первом бою. Ты сколько занимаешься уже? Пять лет. Пять лет. У тебя есть какие-то вообще победы и достижения твои? Да, я двукратный чемпион Молдовы. Поточевский Александр, первое место. Игорь Абаджиу Максим. Что могу сказать о турнире? Турнир очень высокого уровня. Огромное количество участников с разных стран, причем присутствовали такие экзотические страны, как Мавритания, Израиль, Египет. Очень такое многокультурное, многонациональное Кубок мира в этот раз. Поточевский Александр занял первое место, проведя 4 боя. И, можно сказать, в последний бой его был как в кино. Потому что на последних секундах, при счете 1-1, он в последней секунде пробивает последний балл и выигрывает этот бой, как в кино. Очень хорошо себе показали Азыченко Максим, Горбаджил Максим. Но судейство, конечно, было на этом турнире в пользу Венгрии. И если мы попадали в первом бою на Венгрии, то был очень тяжелый бой. Дамьян и Артем тоже провели 4 поединка, но, к сожалению, занял второе место в финале, уступив очень сильному Венгу. Но при этом выиграл у представителей Венгрии, Украины, Великобритании. Надеемся, что будущий будет также радовать нас такими же результатами. Ну вот, в принципе, хотелось бы выразить благодарность, очень большую благодарность нашему президенту Ассоциации кейкбоксин и муниципе Владимиру Сергеевичу, вице-председателю парламента. Также службе такси ЧС-53 и компании Вифа-Систем, которые помогли нам и профинансировали эту поездку на турнир. И также благодарность, что подготовили этих спортсменов, это Корнист Станислав, Танисичук Александр, Олег Денис Скороходы и Ткачук Станислав. Вы готовили сейчас Максима, да, и он на Кубке Мира заняли, да, вы готовили, как вы готовите? Ну, моя задача – поставить правильные удары руками, что немаловажно, в принципе, в любом единоборстве, как у бойца работают руки. Если у бойца есть боксерская база, то, соответственно, у него все шансы выиграть в любом виде спорта. Если человек готовится к каким-то серьезным соревнованиям, есть какие-то определенные тонкости в тренировочном процессе, то мы придерживаемся классической силы бокса, то есть то, чему нас учили когда-то и то, чему учат и сейчас во многих странах. Мы не против новшеств, чтобы меня не поняли превратно, мы, конечно, смотрим, ищем новости, ищем какие-то новые вещи в тренировочных процессах. Но база строится, конечно же, на классической, даже, можно сказать, на советской школе бокса. То есть это наработки, это где-то, может, рутина, но из этого выходит качество, из этого выходит профессионализм. То есть человек начинает на автомате исполнять некоторые вещи, даже уже не задумываясь. А это дает именно постоянное повторение, постоянная работа в зале до седьмого кода, что называется. Тот тренер, который, отправляя своего воспитанника на соревнования, не ждет от него золотой медаль. Я считаю, что каждый тренер, если он действительно правильно работал, не ленился, не занимался популизмом, а в кау, что называется, грубо говоря, он должен ждать от любого турнира высшего результата. То есть это нормально, побеждает сильнее. Ну что, я хочу вам пожелать опять новых воспитанников, новых чемпионов, потому что, знаете, как заслуга их победы, это заслуга ваш, это тренера. Потому что, когда они в ринге, понимаете, они видят, все видят результат, а вы как бы в тени. И поэтому, страна должна узнать своих героев в лицо. Ну вот, они, не знаю, познакомились. У нас здесь не просто единичная работа, мы не раскидываем. У нас идет такая совместная работа, тут тренера идут и по боксу совместная работа, и по кикбоксу, и по физподготовке, и по кроссфиту. То есть, у нас такая надо расследовать, что раздача, а главное, что делать, чтобы мы бельцы. Везде гремели, мы везде такая, что мы лучше. Вы лучше, адреналин лучше. Все. Продолжение следует...